В настоящей серьезной науке сенсации случаются крайне редко. Это журналисты печатают свои сенсации, как горячие пирожки, как бы это у них фабрика какая-то по производству этого всего, барахла. Только что в Инстаграме я рассказывал про это псевдоопровержение эксперимента Уолтера Мишелла с зефировым тестом, что, конечно, полная ерунда. Механизмы, описанные Уолтером Мишеллом и проиллюстрированные тестом зефировым, они все есть, все работают. Действительно, если мы умеем тормозить свои импульсы, мы становимся значительно более успешными. А то, что кто-то где-то что-то там произвел и сказал и так далее, не отменяет наличие некоторых определенных феноменов, с которыми мы имеем дело. Наука вообще изучает феномены. Она не производит отдельное исследование, которое все доказывает или все опровергает. Она проводит огромное количество исследований, которые соответствующий феномен выявляют. Новая сенсация — это опровержение знаменитого тюремного стенфордского эксперимента Филиппа Зимбардо. Мне смешно всем ученым, которые серьезно занимаются вопросами социальной психологии. Потому что эксперимент Зимбардо — просто одна из иллюстраций, яркая, растиражированная, известного нам уже много-много-много десятилетий феномена, связанного с тем, что наше поведение определяется теми обстоятельствами, в которых мы оказываемся. По иронии, я вам должен сказать, что еще Иван Петрович Павлов показал, что любой психологический тип, вне зависимости от того, насколько он сильный и так далее, в разных обстоятельствах просто нужно подобрать соответствующий ключик, будет демонстрировать то поведение, которое мы от него хотим добиться с помощью внешних факторов, создавая определенную ситуацию. Стэнфордский эксперимент — это что такое? Ребята взяли, посадили в подвал факультета психологии, заставили играть одних тюремщиков, других заключенных, и они стали демонстрировать отвратительное, прямо скажем, поведение. И вот, оказывается, они стали, теперь выяснилось вдруг, хотя, в общем, все это и так было понятно, что они стали вот этими садистами, потому что их проинструктировали быть садистами. Понимаете, в чем дело? Инструктаж со стороны авторитетного лица — это и есть ситуация, в которых погрузили людей, молодых людей, которые, будучи хорошими парнями за кулисами этой тюрьмы, здесь начинают демонстрировать черное что. Это вообще еще одна иллюстрация, доказательство эксперимента между Стэнли Милгрома, где тоже самые хорошие люди под давлением авторитета способны были бить током испытуемых и, в общем, тоже демонстрировать в крайней степени садизма. Я вообще не понимаю, про какое опровержение в этой конструкции можно говорить. Да, есть вот феномен. А этот феномен, вот то, что ситуация определяет наше поведение, он абсолютен. Для разных людей действуют разные обстоятельства. Да, кто-то может не поддаться этим обстоятельствам, но создастся другие обстоятельства, или мы можем создать эти обстоятельства, и человек продемонстрирует уже другое поведение. Поэтому это просто вопрос ключей, которые подбираются каждому конкретному человеку. А то, что там кто-то один сказал, что он хочет выйти из эксперимента, а ему сказали, что нет, не выходи, и он заткнулся, это, на мой взгляд, опровержением является очень забавным, смешным. И с точки зрения науки, ну, просто неправильным. Нельзя думать про науку, как про какие-то проценты, про какие-то единицы измерения, там и так далее. Наука изучает феномены, она находит их и описывает, и ни один эксперимент в этом смысле не будет идеальным. Но вот поднялась эта волна. Почему она поднялась? Вот что интересно. А потому что мы сейчас живем в мире, где переоценена ценность каждого из нас. У нас вот сейчас все, значит, какие-то прекрасные, все замечательные, у всех, значит, какие-то невероятные есть потенциалы, возможности, бегите, развивайтесь, куда бежать, что развивать? Вообще, на самом деле, все, так сказать, не очень хорошо-то на самом деле происходит. Но у нас вот есть это новые идеологии и нормальный, понятный, естественно, научный подход, говорящий, что нет никакой вот этой индивидуальности, которая способна совершить чудеса. Есть обстоятельства, которые помогают индивидуальности совершать чудеса, она игнорируется. И, на мой взгляд, это большая ошибка. Статью, опровергающую эксперимент Филиппа Зимбардо, написал Бен Блюм, а вот Тибо Тихскье разразился целой книгой, опровергающей этот эксперимент. Здесь вот есть фраза, что этот эксперимент снимает чувство вины. Дескать, мы-то вообще хорошие парни, эта ситуация виновата, если мы поступаем плохо. Это действительно основная критика вот социальной психологии. Но я бы эту фразу-то прочел совсем по-другому. Действительно, ситуация может создать условия, при которых мы будем вести себя хорошо или плохо. Мы не имеем какой-то своей собственной воли быть какими-то. Мы всегда будем адаптироваться это под обстоятельства. И если мы это понимаем, а не утверждаем некую истину, что человек — это какое-то божественное создание с невероятными способностями противостоять любым воздействиям, то мы можем конструировать обстоятельства, в которых люди будут вести себя лучше. А можем конструировать другие обстоятельства. И в истории человечества такое случалось не раз, когда конструировались обстоятельства, приводящие целые нации к совершенно разрушительному фашистскому поведению. Когда люди писали доносы друг на друга. Это, кстати, где-то тут происходило. И, наконец, просто как психиатр, я вам должен сказать, не как социальный психолог. Я в армии провел 10 лет. За 10 лет я трижды, просто не будучи не по своему врачебной обязанности, а просто будучи служащим в армии, военнослужащим, трижды вынимал людей из суицидов. Ну, вот, вынимал физически. То есть, один вешался на петле, на фрамуге, другой вешался на армейском ремле, на фонаре. И третий весь себя раскромсал. Понимаете, я занимался в госпитализации в нашу клинику психиатрии военной медицинской академии. Почему они это сделали? Потому что обстоятельства были такие. На них воздействовали другие ребята. В целом, очень неплохие. Кто-то из них стал офицерами, кто-то стал врачами военными. И так далее. Но они создали такие невыносимые условия для своих сослуживцев. Понимаете, вот, они что, плохие? Нет. Но просто, когда есть эффект дедовщины, когда есть эффект травли слабого, вот, ну, люди ведут себя зачастую отвратительно. Нам нужно понимать, что мы не хорошие парни, которые вот в обстоятельствах ведут себя. Мы никакие парни. И мы просто должны все вместе создавать условия, при которых мы будем проявлять лучшие свои качества, а не худшие. И вот, если бы журналисты занялись вот такой работой, то была бы очень хорошая, как бы сказать, от них прок. А так у них все сенсации, сенсации, сенсации. Продолжение следует...